Всем привет! Продолжаю серию крут, а именно предлагаю сегодня продолжить разговор с шаблонами. Шаблонами. То есть, что я имею ввиду? Mix, VHX, Gen, JSON. То есть, Fenix предлагает нам механизмы генерации некоторого макета для доступа к ресурсам. Сегодня я предлагаю начать JSON как наиболее популярного вида. И в качестве практической части, скажем так, я решил выбрать... Представим, что у нас есть некое агентство, модельное агентство. Вот, я тут нашел какой-то первый попавшийся сайт, чтобы посмотреть просто, какие параметры бывают у моделей важны. И, скажем так, создадим некое подобие РЕС-сервиса, вспомогательный, скажем. Будем думать, что это некий вспомогательный сервис, который хранит основные данные про модели. Для этого нам нужно будет создать две таблицы, примерно вот с такими данными. То есть, наш РЕСТ будет отвечать за ресурс в виде базы данных моделей среди мужчин и женщин. Окей, поехали. Итак, сперва нам, как всегда, нужно сгенерировать проект. Стандартная команда. Mix, PSY, New, Podium. Я, как обычно, использую базу данных MySQL. Вы какую хотите. Окей. Запускаю и тянем dependency и ждем. Так, все подгрузилось. Теперь нам, как всегда, нужно, 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 нужно... Ну, сперва откроем проект, потом нужно настроить базу данных в файле конфигурации, а потом создать эту базу данных на сервере. Делаем. Так, вот наш проект Podium. Проект Podium. Идем в конфигу. Конфигу, конфигу, конфигу. Devs. Здесь, соответственно, мы пишем... Свои данные, как корректно подключиться к базе данных. Теперь запускаем команду в следующую, mix-act-o-create, которая говорит, создай-ка нам базу данных с именем, которое у нас было указано в том конфиге. Запускаем. Запускаем, запускаем, запускаем. Компиляция может была... Естественно, у mix-a есть еще команда компиляции. Отдельно можно сделать. Но не вижу смысла отдельно запускать. Когда можно сразу. Так, окей, база данных была создана. Теперь... Теперь, теперь, теперь... Теперь, теперь... Теперь... А что теперь? Теперь нам нужно выполнить вот что-то вот типа вот такой команды. То есть mix, генерация шаблона, имя контекста. Это будет имя, имя, имя схемы, имя стракта. Это имя таблицы, предполагаемое имя таблицы, в которой мы сохраним базу данных. А это, собственно, поля. Поэтому так и пишем. Mix, phx, json. В контекст будут модели. То есть там, в этом контексте, будут мужчины и женщины. Пишем. Теперь... Файл. Файл, который отвечает за отображение схемы. Схемы, схемы, схемы. Теперь... Нужно... Как называется таблица? Как будет называться таблица базы данных? Пишем girls. И теперь нам нужно... Прописать поля. Причем тут, заметьте, нет пробелов. Так и пишем. Допустим, name. Не будем делать разделение между last name и first name. Так. Что там у модели есть? То есть, рост. Пишем. High. И типа, integer. Integer. Bust, waste и heap. Heap, heap, heap. Так и пишем. Bust у нас тоже будет integer. Heap. Heap. Тоже integer. Integer. A... Waste. Waste, waste, waste. Waste. Waste, waste, waste. 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 Тоже. Integer. Что там у них еще есть? Цвет волос. напишем hair здесь будет стринг и размер обуви да вообще кстати обойдемся, хватит хватит, хватит вот этих основных пишем ok теперь у нас теперь у нас должен быть скирин ооо забыл забыл, забыл, забыл поставить конечно же мне нужно написать пешпикс джен дженерайшн и сейчас все будет ок 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 вот вот у нас создалась основа читаем добавьте ресурс to your apiscope apiscope, потому что мы работаем с json в роутер так и делаем идем в наш рута рута нужно раскомментировать вот эту часть поскольку мы работаем с джинсоном теперь мне нужно ресурс ресурс girls и что там было написано girl контроллер контроллер у нас уже существует и я сразу поставлю ограничения чтобы только пока индекс и и шоу для демонстрации в принципе основных идей этого хватит так сохранили сохранили теперь что там дальше нам говорит ременба топ-дэй европозитория пара нет мегрэйшнс то есть мне нужно запустить миграция сперва то есть у у нас есть как сперва макет но макет мы можем изменить давайте посмотрим макет макет у нас вот вот помните я говорил про кант про контекст вот вот эта папка по сути дела говорит так есть некоторые контекст модели и в нем вот есть файл girl который собственно отображает отображает нашу модель стракт то есть будет стракт girl то есть давай еще раз напомню и в нем вот эти вот все поля bass hair height hip name waist так здесь стандартный change set автоматически нам поставляется для работы вот база данных с этой таблицы girls да нам поставляется модуль специальная модуль models и в нем содержится стандартная 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 функции для работы с базой данных только здесь сразу удобные имена видите то есть мы просто к говорим оставляем модели и говорим что мы хотим с ней сделать то есть напрямую с рипом мы уже не работаем если мы достаем поставим еще одну модель статус мы чуть позже добавим мужчин и вот этот файл он немного расширится в нем будет не только лист girls но и лист мэнс окей понятно как мы работаем с базой данных теперь где у нас файл миграции файл миграции как помните у нас хранится в папке прив ripple migrations и вот у нас файл миграции то есть он нам говорит как создать таблицу таблица с названием girls как мы прописывали вот здесь вот и создать такую но пока у нас база данных она пустая нужно запустить соответственно соответствующую команду так и говорим микс 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 это майгрейт это майгрейт ран 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 сейчас у нас создаться соответствующая база видите create table girls вернее соответствующая таблица база уже у нас есть create table girls то есть сейчас базе у нас существует но она у нас пустая пустая так это нам пока больше уже не нужно поэтому мы закроем 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 так потом мы контроллер то указали и пути указали а как они выглядят давайте откроем контроллер контроллер вот он гол контроллер и вот видите стандартные функции стандартные функции индекс create show update delete все это уже за нас прописано ничего нового здесь особо нет так но но единственное новое что здесь есть то что мы отображаем индекс джейсон но у нас нет же темплайтов появились индекс джейсонов и так и что это значит а вот это значит что здесь мы будем пользоваться непосредственно модулем view модулем его под у нас где здесь голову под голову то есть смотрите вот когда мы будем переходить по индексу из базы данных вытащиться вытащиться вытащить вот благодаря вот вот этому модулю и сделала смотри по полу забери всех все геллс все геллс и потом мы говорим о тренде канал вот на этом следующих дам а как вы помните любой контроллер подразумевает что он использует таким же именем с одинаковыми соответствующий view то есть вот это будет автоматически перенесено вот сюда и здесь мы просто с помощью паттер матчинга сопоставление вот вернее тут с образцом мы переходим в соответствующую функцию и здесь у нас функция идет индекс джейсон то есть это запустит это и здесь как видите параметры геллс геллс это вот то что мы его тут передаем дальше а дальше а дальше у нас возвращается мапа любая мапа автоматически парсится в джейсон именно мапа не стракт стракт нужно подготовить помните мы писали ммм у модели ну не в модели мы не делали мы писали у стракта когда мы создавали стракт в одном из предыдущих занятий мы писали собака драйв энкодер и поля которые нам нужно отрисовать и собственно если мы передавали здесь напрямую стракты схемы нам также пришлось бы писать вот здесь вот драйв и указывать поля но поскольку здесь мы передаем сразу мапу этого делать не нужно теперь дальше смотрим здесь от ног большое поле значит так и внутри нужно отрисовать рендер мэнни что значит рендер мэнни работает она примерно по следующему принципу рендер мэнни подразумевает что отрисовывать массив какой-то да у нас здесь множество девушек приходно нужно отрисовать то есть первым параметром мы берем сюда передаем это множество вторым параметром мы используем текущий текущий и третьим параметром мы передаем гелл вью то есть что у нас ответственно за отрисовку отдельные девушки отдельные девушки и вот этот рендер гелл вью то есть смотрите мы отсюда мы используем вот это для отрисовки множество то есть вот это вот отображение говорит нам каким образом нужно отобретить одну девушку а рендер он просто там запустит каким-нибудь я не знаю как там вот оперативщик то цикле фор например и отобразит их то здесь видите здесь возвращается просто структура вся как у нас модель выглядит так модель-модель где у нас модель то есть вот модель то есть вот это у нас какой-то стракт и мы через него обращаемся тук 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 все аналогичным образом работает джейсон мой рендер вам и метод шоу только здесь здесь нам нужно показать множество здесь мы используем функцию рендер вам то есть он запустит вот эту функцию он использует вот этот рендер один раз этом мы также передаем конкретно данные наш view которым эта функция прописана это сопоставление прописано и какое сопоставление собственно ответственно теперь дальше так последний шаг чтобы проверить чтобы протестировать все как это работает нужно нам заполнить базу данных предварительно да помните мы использовали сид мы использовали сид файл сид который с помощью которого мы можем предварительно заполнить так что давайте давайте это сделаем давайте это сделаем давайте это сделаем что нам нужно нам нужно модель мы хотим использовать вот эти функции где здесь функция функция вот create girl здесь просто параметры передаются и создается и создается девушка один тут нам указывать не обязательно будет вот давайте 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 этот модуль импорт нём сюда пишем импорт 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 теперь мы можем теперь мы можем теперь мы можем собственно и воспользоваться функции как она у нас я опять забыл create girl create girl create girl create girl и давайте и дайте четырех я создам пока окей поставлю на паузу заполни поля так вот я подготовил некоторые данные для нашей базы данных и теперь теперь нам нужно запустить нам нужно запустить эти данные запускаем 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 и сейчас должна быть вставка по идее произойти если все все если все хорошо надеюсь что все хорошо отлично отлично произошла вставка все хорошо то есть insert 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 сейчас давайте проверим это в базе данных хоть и здесь написано что все окей вот я открыл workbench 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 вот наша база podium.dev вот в ней таблица goals и вот собственно наша вставка а это помните я говорил есть функция timestamps вот что она собственно делает она производит когда вставлено было и ну естественно последний апдейт окей теперь теперь давайте все это дело выведем давайте все это дело выведем так это нам больше не нужно это не нужно у нас по идее все уже работает у нас есть два метода шоу и шоу 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 нужно лишь посмотреть как я к ним обращаюсь значит понятно будет ap girls окей пишем mix mix phx сервер нам здесь помните отдается json то есть в первом случае в первом случае в первом случае в первом случае ого 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 what's happen it's very very it's very very strange как будто бы я короче нельзя запуститься на данном порту у меня что-то работает еще сейчас я посмотрю да у меня было еще запущено одно приложение на том же самом порту вот собственно эта ошибка у меня и выскочила так ладно пробуем еще раз пробуем еще раз сейчас по идее все должно быть отлично отлично запустилась 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 идем и запускаем 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 наших моделей пишем значит пишем local 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 api go girls и сейчас должен быть json вот он отлично дата и здесь у нас массив массив с 1 июля потом Диана потом Светлана потом Агахи если допустим нам нужна ммм Тиана 2 бах Диана все готово 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 теперь давайте давайте добавим добавим в наш контекст ммм допустим бизнес типа расширяется и решили добавить мужскую часть давайте добавим мужскую часть для этого так здесь я остановлю это на всякий случай на всякий случай остановлю так что нам нужно нам нужно на самом деле сделать все то же самое что мы до этого писали только сделать маленькие изменения контекст у нас тот же самый будет файл со схемой будет у нас называться man 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 и здесь будет таблица называться man и данные в принципе интересно они отличаются точно такие же интересуют их интересуют точно такие же данные но тогда окей пишем так так контекст корротливасшен это файл с директором окей давайте а здесь нам даже дается небольшое пояснение собственно раскрывающая суть контекста феникса что ресурсы вот эти вот man и girls они если они closely related то лучше их использовать в одном контексте если нет то лучше создать другой контекст так в общем есть есть там я нажал и 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 здесь нужно следовать следовать тому же самому маршруту но я этого уже делать не буду поскольку основной принцип уже был показан я лишь покажу что в действительности все сгенерировалось то есть снова используется контекст модуль в данном файле модуль 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 модульс модульс были добавлены функции для того чтобы работать уже с с с манами с манами то есть там у нас было girls из girls а тут автоматически генерируются функции а а а list man get man то есть все то же самое также у нас генерируется автоматически схема она у нас в один в один как у девушек можно было конечно разнообразить но да ладно я лишь хотел показать что как используется и ради чего используется контекст то есть мы данные которые как бы клоузли релайтед имеют близкие отношения взаимосвязи то мы их под одним контекстом чтобы у нас не было такого что открываешь допустим подиум и там бас список из тридцати моделей как в них разобраться и собственно ради этой причины и были во многом введены контексты если вы например работали с версией феникса 1.2 или вам доведется то там использовался принцип моделей там была одна папка models и вы в ней описывали все модели ну собственно понимаете то есть вам нужно было самостоятельно заниматься разбитием на дополнительные папки а здесь решили грубо говоря вас сразу заставить принудить к использованию контекста тем самым облегчая путь следующим кто после вас будет делать ваш проект пожалуй все на сегодня а ну вот тут еще автоматически миграция которую нужно совершить то есть создастся таблица man но я запускать ее не буду то есть основной принцип то уже понятен то есть что мы сделали мы создали мы сгенерировали шаблон по сути дела что мы сделали мы создали рез сервис по обслуживанию базы данных с моделями информацию мы поставляем в виде джессон ответа то есть какой нибудь сайт например может теоретически использовать данные данные эти здесь по идее можно было бы еще к моделям к нашему контексту моделей добавить еще 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 таблицу типа images и в ней чтобы были внешние ключи на собственно на муж на мужчин и на девушек и там как-нибудь например организовать типа организовать 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 например просто строки строки ссылок то есть не сами картинки хранить а хранить строки ссылок на картинке можно было бы так сделать серый не поднялся ладно него проверять все уже видели окей вот так собственно и обстоят дела шаблон на основе на генерация шаблона на основе html собственно производится точно таким же образом только вместо работы вместо того чтобы отдавать 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 и у нас в ю 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 ей кстати вот view для мен а автоматически она выглядит аналогичным образом как о девушек у нас было то есть все то же самое то есть мезд такого шаблона основе html генерация его происходит точно таким же образом только вместо вот этих вот функций отвечающих за рендер джейсона да у нас будет функции которые не генерируют классические темплейты собственно то как это примерно то как мы делали крут 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 вот как как мы работали с основными операциями примерно то же самое будет ладно все хватит вадик хватит хватит все на сегодня следующий раз не знаю модели наверное более сложные разберем see you next time